И теперь к новостям из далекой Антарктиды, которые благодаря моему коллеге Валдису Пельшу становятся все ближе. Мы продолжаем следить за перемещением его группы. Каждый километр участникам автономного автопробега по ледяному континенту дается нелегко. И пока мы можем только догадываться, что путешественник экстремал испытывает в таких условиях. Но опять же, благодаря Валдису попытаемся это выяснить. Равняйсь, мирно! Товарищи телезрители, разрешите сделать предварительный доклад. Прошли 1200 километров. Израсходовали тонну топлива. Съели из положенных по норме 77 килограмм продуктов только 42. Из болезней лидирует горная болезнь со всеми вытекающими последствиями. Головная боль, дыхание чайнстокса и отсутствие аппетита. Вот откуда, кстати, взялись 42 килограмма. На втором месте кровоточение носоглотки, потому что воздух очень сухой. И высота 3600. И третье место. Между собой поделили единичные случаи диареи и стоматита. Фамилии называть не будем. А теперь о красивом. Мы решили изменить наш маршрут и пройти мимо станции Плотой. Это американская станция, покинутая людьми в 1969 году. За прошедшие 50 лет, я думаю, что в этом районе побывало человек, наверное, 10. Если будет что-то интересное, мы вам обязательно покажем. Ну а поскольку соловья баснями не кормят, смотрите наш сюжет, который мы сняли в первый день пребывания на антарктическом материке. Сравнительно недалеко от станции Новолазаревская, но сравнительно по антарктическим меркам, в 150 километрах, находится горный массив Вольтат. И два вертикальных пика Хультана и Ульвитана. Такое ощущение, что где-то здесь потерпел крушение огромнейший космический корабль, а это брызги от взрыва. Горы, которые окружают этот массив, абсолютно стандартны по своей форме. А вот таких больше в Антарктиде нигде нет. Продолжение следует... Продолжение следует...